Не знаете, как убить свободное время? Чем порадовать глаз и пощекотать нервы? Душа требует хлеба и зрелищ? Специально для вас культурная программа. Открываем! Ну что же, снова здравствуйте! И в этот чудесный июньский денек культурную программу мы начинаем именно на этом месте. И неспроста, поскольку на следующей неделе, а точнее уже в понедельник, вся Россия будет отмечать один замечательный праздник. О чем я говорю? Умники и умницы вы, наверное, уже догадались. Ну а если же и нет, то не беда, сейчас вам все расскажем. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, памятник видите? Да. Кто на нем изображен? Пушкин. Абсолютно верно. Продолжим. Бытует такое мнение, что самым главным произведением в жизни Пушкина стали «Мертвые души». Вы согласны с этим? Нет. Это не его произведение. «Мертвые души» — это самое главное произведение в творчестве Пушкина. Вы с этим согласны? Это творчество Гоголя. Самым главным произведением в жизни Пушкина стали «Мертвые души». Вы согласны? Да, я согласен. Многие критики сейчас склоняются к такому мнению, что «Мертвые души» стала самым знаменитым и самым главным произведением в жизни Пушкина. Как вы считаете, это правда? Я думаю, да. Давайте поговорим о трагической судьбе поэта. О дуэле, в которой он был застрелен Мартыновым в Пятигорске. Вы помните что-нибудь о Мартынове? Нет. Ой, девушка, не помним. Нам уже... Знаешь, простите нас, пожалуйста. Честное слово. Уже нам лет, лет и памяти нет. Знаете, кому памятник этот стоит? Пушкину. Пушкину. Хорошо, здорово. Давайте с вами поговорим о трагической судьбе поэта. Помните дуэль в Пятигорске? Да. И тогда его кто застрелил, собственно, в смертельную? Нет. Нет. Не Мартынов, нет? Нет. Николай Мартынов. Нет. Нет. Ну вот, посмотрели мы сюжет и стало понятно, до чего нас завело ЕГЭ. Это шутка, Министерство образования не стерчайте, мы народ гиморной. А понятно стало, что нам есть о чем рассказать и что программа обещает быть интересной. Итак, куда сходить в Хабаровске на следующей неделе, а также как нам следует отметить Пушкинский день, расскажем вам сегодня. Еженедельно в культурной программе Хабаровска концерты и кинопремьеры, фестивали и перформансы, тренинги и мастер-классы. А прямо сегодня мы расскажем вот о чем. Пока на улице нет 30, чем заняться в Хабаровске? Хорошее слово бесплатно. Куда сходить, не потратив денег. Чистое искусство и другие новинки в нашем кинообзоре. Пушкинский день. Что мы знаем о празднике, который отмечаем ежегодно? Открываем культурную программу. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась стыд. Вот эти строки, наверное, знает каждый. А если что-нибудь потяжелее спросить? Интересно, справятся ли с этим хабаровчане? Я к вам пишу. Чего же боли? Не знаю. Можете продолжить строки. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Мой дядя самых честных правил. Я не знаю. Мой дядя самых честных правил. Я не знаю. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще быть может. Что я могу еще вам сказать? Моей душе угасано не совсем. Я не помню. Я вас любил, любовь еще быть может. Быть навсегда. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью год учений. Все ходит по цепи кругом. Учиться никогда не поздно. Тем более у нас с вами есть отличный повод. Напомню, 6 июня будем отмечать Пушкинский день. А чем еще занять себя на следующей неделе, узнаем прямо сейчас. А по-русски говоря, назад в СССР. Нас приглашают окунуться в музеи истории города. Здесь уже начала свою работу выставка под названием «Перестройка ветер перемен». Увидеть здесь можно фотографии, газетные вырезки того времени. Но главное то, что это все про Хабаровск. 5 июня в Хабаровске стартует школа полезного питания. Речь идет, кстати, о еде вегетарианской. Организаторы обещают за 8 занятий рассказать вам об основах, специях и их применении. А главное, научить быстро готовить невредную пищу для себя и своей семьи. Занятия будут проходить по воскресеньям с 4 часов дня и до половины седьмого. Сейчас, пока еще не наступила жара, самое время для увлекательных экскурсий по городу. Из года в год объектом интереса для хабаровчан помладше остается детская железная дорога. Поезд отходит со станции «Пионерская» 8 раз в день с 10 утра и до начала пятого. Пока на улице нет 30, стоит задуматься и о посещении зоосада Приамурский. Кроме того, как просто посмотреть на животных и их кормление, можно принять участие в различных мастер-классах и даже посмотреть фильмы на экологическую тематику. Удовольствие это не бесплатное, но цены вполне себе демократичные. Ежегодно зоосад принимает у себя более 100 тысяч посетителей. Давайте-ка поднажмем и в этом году сделаем 200. 11 июня хабаровчан приглашают на мастер-класс под вдохновляющим названием «Прямые руки». Как вы думаете, о чем это? Долго томить не будем. О фотографии, а вернее о том, как ее правильно сделать. Приглашаются начинающие и не только те, кто хочет стать фотографом. Если вы, например, просто желаете из отпуска привезти красивые снимки, тоже добро пожаловать. Помимо Пушкинского дня на следующей неделе еще и будут отмечаться день краудфайдинга, день социального работника, да еще и международный день друзей. И в отличие от дня рождения, на который без подарка, как известно, не придешь, с этими праздниками своих родных и друзей вы можете поздравить абсолютно бесплатно. А еще абсолютно бесплатно вы можете посетить мероприятия, о которых мы вам сейчас расскажем. Пятого июня всех хабаровчан приглашают на импровизированное кулинарное сражение. Пройдет оно на стадионе имени Ленина и называться будет «Битва барбекю». В программе лазертак, ярмарка хендмейда, фотозоны, мастер-класс и, конечно, барбекю-парк. Вход бесплатный. Шестого июня в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в очередной раз пройдут пушкинские чтения. Мероприятие это уже стало традиционным. Состоится оно на площади перед главным корпусом педагогического института. Любимые произведения классика в формате свободного микрофона будут читать не только студенты и преподаватели, но и все жители и гости города. Конкурс птицов стихотворений и прозы Пушкина и благотворительный концерт все это 5 июня случится на сцене ракушки парка Муравьева-Амурского. Называться мероприятие будет «Улу Каморья». Чем оно отличается от предыдущего, спросите вы? Тем, что организует его зоозащита ДВ. И кроме всего вышеперечисленного, в программе значится также конкурс стилизации исторического костюма для животных, фотозона в стиле Прованс, посетив которую вы сможете устроить мини-фотосессию с животными из приюта. Денег за вход с вас не возьмут, а вот если захотите помочь, то пожалуйста. И в завершении также бесплатная возможность заполучить новое и интересное увлечение. Хоккейная команда «Тигрица Амура» набирает игроков. Ищут хоккеисток от 16 и до 99 лет, имеющих форму, желание и, главное, время для тренировок. Продолжаем культурную программу! О чем еще расскажем сегодня? Чистое искусство и другие новинки в нашем кинообзоре. Пушкинский день! Что мы знаем о празднике, который отмечаем ежегодно? Видели ли вы когда-нибудь Евгения Онегина в немом фильме? Нет! А меж тем такой существует и снят был еще в 1911 году. А сколько всего произведений Пушкина было экранизировано и сосчитать сложно. Так что если у вас выдастся свободный часик, проведите его с пользой. Ну а на будущей неделе пушкинских премьер хоть и не ожидается, но тем не менее посмотреть будет на что. Графики на премьер прямо сейчас. Вы еще ничего не видели? Под таким слоганом в прокате стартует вторая часть «Иллюзия обмана». Послушайте, как так ничего? А если мы всю первую часть буквально просидели с открытым ртом? Смелый слоган не просто вам какой-нибудь пиар-ход. Это еще и обещание для зрителей. А потому мы еще посмотрим, сможете ли сдержать слово. Приготовьтесь увидеть величайшую магию в мире. Уведите всех со сцены. Француза Луи Лотерье продюсеры второй части променяли на американского режиссера Джона М. Чу, который известен прежде всего по нескольким частям эпопеи под названием «Шаг вперед». Неужели фокусники затанцуют? Мы устроим шоу, которое никогда не забудут. Затанцуют в прямом смысле вряд ли. А вот пируэтов понакрутят и батманов понавыкидывают. Это точно. Ведь четыре всадника снова в деле. И бороться в этот раз будут не просто за куш, но за свою репутацию. «Иллюзия обмана 2» с 9 июня на больших экранах. Анна Чиповская, Петр Федоров, Илья Любимов, Анатолий Белый, Женя Малахова. Да, они все еще снимаются в кино. У Рената Довлетьярова. Бюджет детективного триллера под названием «Чистое искусство» составил, между прочим, 2 миллиона долларов. Вы знаете много того, чем не знаем мы? Он был известный художник. Знаете, непонятно пока, что получится на выходе, но трейлер-то просто бомбовый. Съемки красивые, музыка напряженная, игра актерская правдоподобная. В общем, не зря 2016 годом российского кино объявили. Где она? Беги! Саша известный фотограф. Живет с не менее известным художником. Счастлива, но, к сожалению, недолго. А потом девушка бросает все силы на самостоятельное расследование. Сюжет простой, но мы-то с вами хорошо знаем, что это далеко не главное. Любите ли вы Тильду с Уинсен так же сильно, как и наша редакция? Если да, то следующий фильм вам точно понравится. Поговаривают, кстати, что изначально главную роль предложили Кейт Бланшетт. Но что-то там не сложилось. И хорошо, очень даже хорошо. А вернее, хороша. Оскароносная наша львица. На этот раз, кстати, рок-звезда. Она – женщина века. Я имею в виду ее душу. Компанию Тильди составили Матиас Шонерс, Рэй Фэнс и Дакота Джонсон. Вот и все основные персонажи. Двое из них – влюбленная парочка. Остальные – семья, отец и дочь. Но это только в начале фильма все так четко разделено. Не зря же слоган картины гласит – опасный флирт, убийственная страсть. Ты безбашенный. Мы все безбашенные. В этом афишка. Криминальный детектив «Большой всплеск» стартует в прокате также 9 июня. Жалко только, что с детьми, которые сейчас как раз вышли на каникулы, на такое кино не сходишь. Возрастной рейтинг у картины – 18+. А сейчас переходим к главной теме нашего выпуска. Как пушкинскому дню или, согласно указу президента от 2011 года, дню русского языка. О, великий, могучий, сколько испытаний ты нам приготовил. Смотрим сюжет и пытаемся узнать себя в наших сегодняшних героях. Лихачев называл произведение Пушкина нашим величайшим национальным достоянием. Литературная энциклопедия именует его величайшим русским поэтом. Ну а филологи знают его как создателя русского литературного. Наверное, потому и отмечаем уже сколько лет день рождения Александра Сергеевича. Скажите, какие слова в русском языке вам больше всего не нравятся и раздражают, как их произносят? Например, звонит, еще какие? Ну, звонит-звонит – это как бы такое правило, которое нужно знать, как оно правильно произносится. Но вообще мне не нравится заимствование иностранных слов, когда в речи используют именно заимствованные слова, а вот эти вот все окей и так далее. То есть это, ну, у нас русский язык, он богат, и нужно пользоваться. Лучше учить свой собственный язык, чем набрать разных слов, и мы такие якобы много знаем. Спала или спала? Ихнего. И искажают полностью русский язык. Неправильно, вот, допустим, на баннерах перенос ставится, допустим, две БПН вместе. Это же все равно дети смотрят, и не знаешь, иногда сам идешь. То ли это правильно, то ли розлив, то ли разлив. Еще когда говорят «творог» неправильно произносит, или «творог», ну, тоже бесит. Меня прям бесит, когда говорят «евошнего» и «еошнего». Это ужас, просто режет слух ужасный. Ну, в основном это звонит и звонит, йогурт, йогурт, рожки, рожки, то есть все стандартное. Чему учили в школе, у меня была такая преподавательница, дай бог ей здоровья, научила, как правильно говорить, и с тех пор договор-договор еще вспомнила, вот, слово. С тех пор я всех поправляю, все очень бесятся, вот. Слушала я ваши ответы и сердце радовалось. Давайте чаще говорить об ошибках, и это, возможно, поможет, если не избежать их совсем, то хотя бы допускать их пореже. Ну, а теперь от теории переходим к практике. Без нее же никуда. Девушка, здравствуйте, идите ко мне. Как вас зовут? Виктория. Виктория, вот вам мел. Заполните пробелы. А теперь напишем слова правильно. Расписной, пирожное, прийти, а не прийти, и через чур одно слово, и через букву С, запомните. А сейчас часть С, если бы мы писали ЕГЭ, то есть самое сложное. Заготовлено у меня еще несколько вопросов, и сейчас я их задам. Здравствуйте. Можно вопрос? Что такое инфантильность? Это своего рода индивидуальность. А что такое мавитон? Ни разу не слышала. Что такое фантасмагория? Не знаю. Кто такой мизантроп? Я не знаю. Кто такой мизантроп? Сложный вопрос. С такими словами мы как-то не встречались даже. Что такое стяжательство? Стяжательство? Ну, в библейском смысле это извлечение прибыли на всем и возможном, да, и невозможном. Скажите, что такое мацион? Мацион – это вечерняя прогулка, если я не ошибаюсь. Что такое фантасмагория? Не знаю. Что такое мавитон? Я не знаю. Я тоже не знаю. А мацион? Я не знаю. Инфантильность – это несоответствие возраста и морального ощущения. То есть это человек, который не может свои суждения выразить должным образом. Он, короче, социально еще не готов к своей жизни по возрасту. Спасибо большое. Вот такая программа получилась у нас сегодня. Событий на следующей неделе ожидается немного, но все они интересны. И все хочется успеть. Ну, а что касается пушкинского дня, да и русского языка, то даже если узнали себя сегодня в программе, это не вида. Ведь впереди у нас целая жизнь. Совершенствуйтесь. Учите русский. Читайте Пушкина детям. Но самое главное – проведите первую неделю лета незабываемо. А после возвращайтесь к экранам. И встречаемся с вами на следующей неделе на этом же самом канале Даль ТВ ТНТ в этой же самой культурной программе. С вами была я, Полина Колтон. Пока-пока. Днем русского языка. Дорогие друзья, учите стихи. Любите русский язык. Читайте книги. Читайте сказки Пушкина. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью холод ученый. Все ходит по цепи кругом. Поздравляю с пушкинским днем. Добавил субтитры.